Вместе с весной к нам пришел и праздник прекрасной половины человечества. Многие ассоциируют его с цветами и подарками. Музыкальные поздравления своим мамам, бабушкам и учителям приготовили ученики Центра образования. Ребята читали стихи, пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. Очень рада, что ведем этот концерт, потому что он посвящен нашим любимым учителям, мамам, бабушкам, сестренкам. Я не волнуюсь, потому что веду концерт уже не в первый раз, и тут сидят моя бабушка и мама, и я их очень люблю. Я сегодня исполняю песню «Волшебник-недоучка». А про что эта песня? Про то, как волшебник все-таки не мог научиться хорошо колдовать. Я сегодня играю Шостакович, хороший день, в зале находится моя мама, и я рада, что ей подарю такой музыкальный подарок. Праздник 8 марта – это праздник наших бабушек, сестер, мам, педагогов, подруг. Я желаю им здоровья, счастья, побольше цветов, подарков и любви. В концерте принимали участие 86 ребят. Подготовка к празднику заняла два месяца. Воспитательный аспект сегодня важен для школ не меньше, чем образовательный. Участие детей в таких программах прививает им уверенность в себе и командный дух. Мы ваши ветки, 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 вкусняшки, ваши атеропашки. Свои номера показали ребята из творческих коллективов Центра образования. На базе школы действуют два объединения – «Волшебный каблучок», где учат танцевать, и вокальная студия «Мелодия». И у ребят уже есть успехи. Наш вокальный коллектив «Мелодия» под руководством Натальи Анатольевны Самсоновой одержал победу в всероссийском конкурсе вокальных коллективов. Они представляли две композиции, одна из которых одержала победу. Мы ими очень гордимся, и впереди у нас новые планы и новые достижения. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.